Команда из Польши, а не в красной форме, на матч против молодежной сборной Краснодарского края выходила в ранге фаворита. Состав сборной Кубани молодой бороться против уже зрелых футболисток девушкам было непросто. Сборная края играла от обороны, поэтому открытым футбол не получился. На перерыв команды уходили с нулевой ничьей. События второго тайма в основном также разворачивались возле ворот кубанских футболисток. Под занавес второй половины встречи со стандарта полячкам все-таки удалось забить. Этот мяч так и остался единственным в матче. Итог 1-0 в пользу сборной Польши. Дело в том, что состав очень молодой и естественно у них не столько функциональных возможностей, сколько у зрелых игроков. И они к третьей игре уже подустали, где-то получились травмы. Я могу сказать, что это на ход игры не повлияло. Повлияло, конечно, вот именно то, что в стандартном положении команда Польши повыше нас. Сборная Краснодарского края в рамках Кубанской весны провела еще два матча. С румынками местные футболистки сыграли в ничью 1-1. Сборную Молдовы обыграли 1-0. После сегодняшнего поражения дальнейшая судьба краевой команды в турнире теперь зависит только от итогов матчей соперников. Но шансы на высокие места, пусть небольшие, но еще остаются. Что касается шансов остальных российских команд-участниц турнира. Наша молодежная сборная «Россия-1», кстати, это чемпионы Кубанской весны прошлого года, уже вышли в четвертьфинал. А вот нашим юниоркам команде «Россия-2» – это дебютантки турнира. Еще предстоит побороться за очки группового этапа. Добавлю, что футбольный турнир среди женских молодежных команд «Кубанская весна» проводится в Сочи уже шестой год подряд. На этот раз в нем принимают участие 12 команд. Помимо российских, сборные Румынии, Эстонии, Израиля, Узбекистана, Словакии, Польши, Молдовы и Болгарии. Имя победителя международных соревнований назовут 17 марта. Ольга Десятый, Вадим Игданиловский, телекомпания ФКТ.